В самый светлый и яркий праздник весны, 8 марта, беспроигрышным подарком для любой женщины являются цветы. Букеты покупают охапками для коллег и родных. Самые популярные каждый год – это тюльпаны. Однако, если вы хотите быть оригинальным и покорить сердце женщины, вам следует выбрать что-нибудь редкое, как, например, экзотические орхидеи. Эти, например, растут не за 3-9 земель, а в Гомеле – фермерском хозяйстве Владимира Гуценкова в Костюковке. В его теплицах около 100 кустов 15 видов, которые цветут на протяжении всей зимы. Разведение орхидеи было давней мечтой мужчины. На продажу цветы чаще всего привозят из Голландии. В Беларуси же кусты орхидеи можно увидеть разве что в ботанических садах. Как-то раз Владимир Павлович забрал из магазина два горшка отцветших растений и посадил в теплице. Один из них прижился. После этого фермер закупил партию орхидеи и занялся их разведением. Наш климат для этого оказался вполне пригоден. Ночью, значит, у нас холодно, днем освещения хватает и тоже не очень жарко. И они растут в горных районах тропиков на высоте 1 километр. И там они даже переносят градус мороза где-то в условиях Юго-Восточной Азии. И вот в зависимости, вот если попадает какой-то сорт, что когда формируются бутоны, цветки и ночью холодно, вот он и зацветает. Есть такие сорта, которые по 8 лет не зацветают здесь в теплице. Орхидея прекрасна и сама по себе, и в качестве составляющей букета. Такая вот веточка может простоять в воде от двух недель до полутора месяцев. Стоимость начинается от 10 рублей. И если орхидеи для фермера скорее дело для души, то разведение рост давно поставлено на поток. К праздникам на продажу он поставляет более 100 тысяч цветов, разные окраски, аромата и даже без шипов. За букетами к пенсионеру нередко приезжают либо прямо в теплицу, либо в киоск на вокзале. Фермер гарантирует, что его белорусские розы к нашим квартирным температурам приспособлены лучше, чем привозные. И дает совет хозяйкам, как лучше сохранить букет на длительный период. Надо, чтобы не было сквозняков, чтобы не было жарко. А воду каждый день менять надо? Ну не каждый. Значит можно добавлять что-то там, серебряные вещи, чтобы вода или чуть-чуть белизны, там несколько капель. Ну и меня тоже время от времени надо. Но именно, чтобы вот вода была свежая все время. В целом ситуация на рынке свежей цветочной продукции за последние годы изменилась. Если раньше это был в основном импорт, то сегодня появляется все больше предложений от местных производителей. Цены у продавцов разнятся. Сульпаны стоят от 2 рублей, ирисы – 3,5. Ветки мимозы – около 5, хризантемы – по 7. Популярностью также пользуются горшечные первоцветы – гиацинты, крокусы, примулы и нарциссы – от 6 рублей за штуку. В гипермаркетах можно найти варианты дешевле, однако придется устроить настоящую охоту за наиболее свежим и аккуратным букетиком. По опыту прошлых лет продавцы заметили, что до праздника чаще берут бюджетные букеты и дарят их коллегам. А уже в сам праздник, когда принято радовать любимых, на цветах не экономят. Кстати, когда мы обратились к гомельчанкам с вопросом о желанных подарках на 8 марта, практически все женщины отметили, что главное – это внимание и забота, а не потраченная сумма. У меня и так все есть. Спасибо, конечно, за то, что хотела бы я получить. Вот то, что у меня есть, я этим горжусь. Это мои любимые мужчины. Ну, конечно, для меня самое главное, чтобы они были это здоровые. Ну, а хотела бы получить, конечно, букет цветов. Может быть, какой-то ужин или просто время провести вместе, куда-нибудь сходить погулять. Наверное, цветы в первую очередь, потому что это же приятно, да? Ну и что-нибудь, какой-нибудь неожиданный подарок. Куда-нибудь сертификат, отдохнусь, куда-нибудь в спа-салон. У меня впереди поступление, поэтому самый лучший подарок для меня всегда – это будет хороший, очень высокий балл. А на 8 марта даже не знаю, что. Цветы было бы приятно. Прежде всего, хочется, чтобы нас… Цветовы, чтобы нас любили, уважали, понимали. Главное – внимание, конечно. Но какой подарок будет уже, насколько у мужчины будет доход в наше время. Хорошо, спасибо. Но хочется всем пожелать, самое главное, конечно, в это время – здоровья, здоровья, здоровья и любви. Спасибо. Весны, цветов, всего самого, только хорошего. Всех благ, всем людям, здоровья главное. Анна Корольчук, Евгений Макенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова